Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Михаил Чабанян, главный специалист по криптовалютам на территории СНГ. СНГ русскоязычного пространства, назовите это как хотите. Мне его порекомендовали мои друзья, московские майнеры. Мы попытаемся разобраться в криптовалютах. Пожалуйста, избавьтесь от иллюзии, что в Соединенных Штатах Америки доллар чем-то обеспечен. Это такой же мыльный пузырь, как и все. Просто мыльный пузырь, к которому мы привыкли. Как приятно это слышать от банкира. То есть если у вас есть такая структура, то это уже вероятнее всего пирамида. Пенсионный фонд самый яркий пример. Пенсионный фонд это чаркая пирамида. Скептики скажут, а может вот этот Сатоши Накамото может что-то там намутить? А кто это? Это псевдоним, это люди, это инопланетяне, это один человек, мы не знаем. Я хочу дать нашему зрителю образование. Я хочу дать ему понимание, что такое майнинг, что такое СИЮ, что такое то, что такое это, что производится, как собираются деньги, как инвестируются, куда они попадают. Поэтому здесь будет у нас очень интересно. За руку будет! Привет, Миша. Спасибо, что согласился нас просветить. Мне было интересно поучаствовать в этом эксперименте с тобой. Почему? Потому что, во-первых, ты банкир, а так как криптовалюта так или иначе это в первую очередь некий финансовый инструмент, мы будем дальше определения давать ему. Поэтому обычное интервью у меня с людьми, которые не понимают финансовый мир, не понимают экономику. Экономику, да. Поэтому им очень тяжело объяснять все. Поэтому здесь будет у нас очень интересно. И мне бы хотелось построить еще дело к таким образом, чтобы я учился от тебя, ты от меня. И, соответственно, зрители получили полную картинку. Я бы хотел дать в первом уроке ответы на основные вопросы. Разобраться, что такое криптовалюты. Когда немножко погрузиться в историю. Как трансформируется бизнес, как он развивается, куда он идет, что с ним происходит, какие тенденции. Вот я хочу на этом остановиться в первой части нашего с тобой общения. Самое распространенное заблуждение это то, что криптовалюта это пирамида, это нечто непонятное. Вот давай развеем этот миф. Что такое пирамида, все, наверное, понимают. Это что-то искусственно, которое надувается. Для меня пирамида это очень условное понятие. Ну, наверное, когда из текущих поступлений обслуживаются текущие обязательства, которые превышают текущее поступление, именно денежное. То есть вот эта пирамида. Как ты понимаешь слово пирамида и почему криптовалюта это не пирамида? Пирамида. Очень правильно заметил. Признаюсь, когда я первый раз услышал про биткоин на рубеже 11-12 годов, первое впечатление у меня было именно пирамида. То есть какая-то это афера. Муч какая-то, муч что-то непонятно. Значит, тогда цена биткоина падала с 30, и вот когда я о нем услышал, она стоила 3, и падала дальше. 3 доллара. Сейчас уже стоит 4,5-4,300 на данный момент. И вот моя первая реакция, и я хочу заметить, что у меня опыт общения с людьми, объяснение, что такое биткоин, показывает, что у большинства людей первая реакция, это если мы что-то не понимаем, и если это связано с деньгами, то мы это, да, афера пирамида. Поэтому если реакция такая появилась, это хорошо. Это хорошо, это хороший знак. Индикатор интереса. Да, ты уже защищаешься. Теперь нужно определить термин, что такое пирамида. Ты правильно сказал, если еще упростить, то пирамида – это некая финансовая структура, которая выплачивает вчерашним вкладчикам за счет денег, которые сегодняшних пришедших, новых. То есть если у вас есть такая структура, то это уже вероятнее всего пирамида. Ну не только вкладчики, это обязательства. Это может быть и на товарных схемах, это может быть на строительстве. Масса возможностей, примеров пирамиды. Я тебе могу привести там как банковский специалист, но как минимум там если посидеть, поковыряться, 10 примеров назову. Самый крупный какой? Да слушай, ну, это моим самым известным. Пенсионный фонд. Пенсионный фонд, да. Пенсионный фонд – это яркая пирамида. Слушай, бюджет Украины – это пирамида, да. В общем, бояться этого не нужно. Теперь надо понимать, что это, как работает, какие риски есть и так далее. Теперь возвращаемся к биткоину. Для того, чтобы понять, что такое биткоин, во-первых, нужно время. То есть вот так вот мы с тобой за час или неважно какое-то время не поймем. Что такое криптовалюта? Потому что биткоин – это один из видов криптовалюты. Что такое криптовалюта? Вот объяснять, что такое криптовалюта, надо все-таки начинать с биткоина. Потому что сперва появился биткоин, а потом уже термин криптовалюта. Потому что криптовалюта – это более широкая. А первая криптовалюта в мире – биткоин, она до сих пор самая крупная, самая популярная. Это как Ironman и триатлон. Сначала появился Ironman, потом поняли, что этот спорт называется триатлон, и уже появился потом олимпийский триатлон и всякие другие. Биткоин. Что такое биткоин? Ну, это будет неправильно называть его деньги. Мы сейчас должны разработать с тобой вообще, определить термин денег. Это одновременно расчетная единица в сети и платежная система для этой сети. Вот ноу-хау в том, что они объединены. То есть, если мы говорим про традиционную финансовую, у нас есть расчетная единица в виде, пусть будет национальной валюты гривны. Дальше платежная система у нас может быть что? Виза, мастер, смэм и так далее. Ты же мне думаешь, софт, который обрабатывает. Да. То есть, у нас же гривна отдельно от визы Мастеркард, правильно? И визы Мастеркард может быть и доллары, и что угодно. Гривна плохой пример. Есть пять функций денег. Деньги. Средства накопления. Средства платежа. Мировые деньги. Учетная единица. Пятая не буду врать. Не помню. Домашнее задание. Домашнее задание. Нам тоже. Пятая функция денег. Биткоин. Это первая в мире, пока что давай назовем ее валютой. Хотя это не так, да? Это первая в мире децентрализованная валюта. То есть, это валюта, у которой, а, нет центрального банка. Нет имитента. Нет имитента центрального. Нет менеджера. Нет собственника. Нет там каких-то центральных серверов. Регулирующих. Нет регуляторов. Ничего нет. Вот это вот как интернет. Чей интернет? Он одновременно не чей. Ты пугаешь сразу. Старики еще сразу разбежались. Ну нахер. Отец. Нету. Децентрализация имеется в виду отсутствие регуляций, которые управляются субъективно. Субъективных централизованных функций управления. Есть правила, они прописаны. Математические правила. Ты их сейчас расскажешь, да? А вот централизованной системы управления этим процессом нету. Она, собственно, в сети. Все правильно. Это деньги, которые живут исключительно в сети интернет. А теперь какие правила? Правила прописаны математически. То есть, к примеру, эмиссия. Значит, есть формула математическая, в которой расписано, что биткоин появился 3 января 2009 года. И расписано, что раз в 4 года эмиссия сокращается в 2 раза. Эмиссия происходит раз в 10 минут. Так? Это все математически. То есть, дополнительные порции имитированных биткоинов уменьшаются в объеме в 2 раза? Точка ноль. 3 января. Ничего нет. Один биткоин. Вот Сатоши Накамото некто, создатель биткоина. Кто это? Это псевдоним? Это люди? Это инопланетяне? Это один человек? Мы не знаем. Он создатель биткоина. Вот 3 января он на своем компьютере запустил эту сеть с прописанными вот этими математической формулой. Эмиссия происходит раз в 10 минут. Вот просто пойми это как формула. Не так, как, допустим, у нас Центробанк принимает решение, нужно эмиссия. Напечатать миллиард. Нет, здесь у нас математикой прописано, что эмиссия происходит раз в 10 минут. И откуда она происходит? Это источник из-под земли пьет? Нет, за счет того, что компьютеры высчитывают определенную сложную хэш-функцию. Очень сложно сейчас говорим, да, но просто надо запомнить. Хэш-функцию они считают, так? То есть они пытаются решить некое уравнение, где результат известен, но неизвестны переменные. Вот переменные надо найти. Зачем он это делает? Для того, чтобы компьютеру понадобилось ровно 10 минут на то, чтобы его решить. Ну компьютер становится мощнее все время, все больше и больше. Соответственно формула становится сложнее. Первые 4 года раз в 10 минут вот таким образом появлялись 50 биткоинов. Почему? А почему 50? Ну потому что он так на Сатоше придумал, что вот эмиссия должна начинаться с 50 биткоинов раз в 10 минут. То есть 50 в час появлялось, соответственно, 300 биткоинов, потом в сутки умножить на 24, в году еще умножить на 365. Итак, 4 года? Да. Раз в 10 лет? Не, раз в 4 года, ровно в половину. То есть следующий этап у нас был 25 биткоинов. Сейчас мы уже на третьем этапе, у нас сейчас 12 половина биткоинов раз в 10 минут появляются. Сколько компьютер занято в системе? Ну во-первых, это уже давно не компьютеры. То есть сперва были компьютеры, то есть обычный настольный компьютер. Потом использовали графические карты, потому что они умеют считать, это алгоритм быстрее. Потом появились так называемые FTE, а теперь появились вот ASIC уже последние 3-4 года. Это специальный чип, который ничего не умеет, кроме как вот считать вот эту формулу. То есть это специализированное оборудование. Ну это мегаватты, это сотни мегаватт, если уже не что там следует. То есть этому компьютеру, который специально придуман всякими производителями электронной техники, нужно только время и электроэнергия. Интернет, время и электроэнергия. Ну интернет это производство от электроэнергии. Ну да. Примерно, да. Примерно, да. Значит что эти ASIC и вот это оборудование делают? Они выполняют две очень важные функции, за счет которых биткоин децентрализованные бывают. Первое, они делают эмиссию, контролируемую, понятную, прогнозируемую. Допустим, мы сейчас открываем эту формулу, мы можем спрогнозировать, что в 2139 году будет добыта последняя фракция вот этих вот новых биткоинов. И всего биткоинов может быть, опять-таки ограничено этой формулой, 21 миллион. То есть мы знаем эмиссию заранее. Люди хотят цифры, да? Да. Поэтому я бы хотел, чтобы мы дали цифры, сколько было биткоинов в 2013 году, на момент окончания первого четырехлетнего цикла. Соответственно, в 2017 году и в 2021 году. Во-первых, вся информация в открытом доступе, ее никто не скрывает. Она есть в интернете, она есть на приложениях, на айфонах, на ангроидах, на планшетах, где хотите. Кстати, как называется ресурс, в котором ты сейчас смотришь это? Их множество. Ну, допустим, блокчейн.инфо. Блокчейн.инфо. Вопрос. Стоимость биткоина определяется рынком, спросом и предложением? Исключительно спрос и предложение, да. То есть есть миллион сумасшедших, которые хотят купить биткоин, исходя из размера его эмиссии, исходя из прогноза этой эмиссии, которая будет в дальнейшем, которые уже вникли, да, и которые хотят купить этот биткоин. Правильно я понимаю? Все верно. То есть сугубо спрос и предложение. Есть майнеры, майнеры это люди, которые добывают биткоины. Это те, у кого стоит оборудование. Те, у кого стоит оборудование, асики, которые подключены к интернету, к электроэнергии, и которые добывают эти биткоины. Это первая функция. Вторая функция, они подтверждают все транзакции, которые есть в сети. То есть роль центробанка, clearing and settlement, да, забирают на себя вот эти асики по всему миру. То есть суть, что такое учет? Это когда какому-то изменению в активах соответствуют изменения в пассивах. Вот грубо. Активы это денежные средства и другие товарно-материальные ценности, приравненные к ним и имеющие стоимостное выражение. В данном случае биткоины и любые криптовалюты являются активами, потому что они могут быть обменены на деньги, они имеют стоимостное выражение, и их надо учитывать. Так вот, система учета, она электронная, прозрачная, и к ней может достучаться любой человек, правильно я понимаю? Все верно, все в онлайне, все открыто. За счет того, что это все в онлайне, вот у меня вопрос, походу, для того, чтобы делать учет, нужны какие-то хранилища данных, да? Где эти хранилища? Вот это хранилище называется волшебным словом блокчейн, который сейчас просто на устах у всех, особенно у госорганов. Мы добрались к одному из самых главных определений нашей беседы, это блокчейн. Что такое блокчейн? Блокчейн, назовем это технологией, на базе которой построен биткоин. Это децентрализованная база данных, в которую можно только добавлять записи. Удалять нельзя, менять нельзя. Где эти харддиски? Вот этих майнеров она и хранится. На этих осиках? Ну, подключенных к ним, на пуля и так далее. То есть, получается так, что у нас есть миллионы майнеров, их миллионы сейчас, ну точно сотни тысяч по миру, и за счет этого мы получаем диверсификацию рисков. То есть, для того, чтобы эта вся штука накрылась, должна накрыться электроэнергия на всем земном шаре. Либо интернет, либо интернет. Может быть это произойти? Нет, не может. То есть, она может накрыться в Северной Корее, в США, или в Европе, или в Европе и в Северной Корее, но накрыться на всем земном шаре это не может. А майнеры рассредоточены по всему миру. А есть, кстати, концентрация майнеров, есть какая-то географическая? Есть географическая, можно посмотреть. Можно, понятно. А где это можно? Это все тоже... В онлайне есть? Есть в онлайне, мы эти линки давайте опубликуем, чтобы сейчас не грузить. Обязательно. Карта есть, все можно поставить. Опять-таки, вся информация про биткоин-сеть, она всегда в онлайне и всем доступна. То есть, никто не ограничивает доступ. А как же менты, которые претендуют на то, чтобы прийти экспроприировать? Ну, смотри, за счет того, что... Они еще не разобрались с этим вопросом? Не, не разобрались до конца. Но даже если разберутся, смотри, фишка какая. Они выслушают. Сейчас у нас среди подписчиков есть несколько, даже не несколько, а где-то, наверное, пару сотен таких БЭП, прокурорских, БОПовцев. Они тоже люди. Но мы им сделаем, мы их сделаем лучше. Мы им должны... Так надо всех учить. Всех учить. Они тоже люди, они тоже будут пользоваться, и они будут еще помогать. Смотри, они, кроме этого, еще должны после этого взять несколько беговых уроков и начать бегать. Договорились. Значит, за счет того, что у нас, вот ты правильно сказал, по всему миру разбросаны майнеры, у нас нет, соответственно, какого-то человека или менеджера, или администратора, который всем этим управляет. Просто это физически невозможно. Активной составляющей нет. Да. За счет этого, так как в блокчейне, я уже сказал, можно только добавлять записи, да? Ты не можешь удалить или задним числом где-то удалить. Да, мы не будем вам сейчас объяснять, почему просто. Золотое одно для ментов. Можно отвинтить и посмотреть, что ты делал с биткоинами три года назад. Отвинтить можно, но... Удалить нельзя. Удалить нельзя. Ты можешь посмотреть, что было. Ну, посмотреть ты можешь. То есть мы сейчас можем зайти и посмотреть, как Сатоши Накамото создал вот этот первый биткоин, первый 50 биткоинов 3 января. А смотри, могу я сейчас зайти куда-то и посмотреть, как ты купил первый биткоин? Ну, если ты знаешь мой адрес. Твой ID-адрес или что? Ну, в биткоин-сети есть адрес кошелька, да? Ну, пусть это будет идентификатор твой. Ну, если я у тебя что-то покупал, например, я знаю твой адрес? Да, ты тогда знаешь мой адрес, тогда ты идентифицировал меня. И вот это вот, кстати, вот мы говоря про правоохранительные органы, это единственная зацепка, которая у них есть. Потому что дальше это просто набор символов, которые, ну, непонятно, это человек, это машина, это этот человек сейчас, вот у меня, допустим, биткоин-кошелек с собой, да? На нем есть вот этот адрес. Я же тебе могу отдать или вот ребятам свой кошелек. Все, он уже не мой. Давай перечисляем мне один биткоин, я должен втянуться в эту историю. Это мы тоже сделаем. Поэтому, так как нет никакого центрального сервера, удалять ничего нельзя, то, соответственно, транзакцию отменить невозможно, заморозить платеж невозможно, отобрать биткоины невозможно, каким-то образом тебя там... Не, ну, можно тебе защемить яйца, ты доберешься до своего электронного кошелька, начнешь перечислять. То есть, если ты добровольно не сдал, то никаких вариантов у тебя остановить платеж или там препятствовать тебе использовать сеть невозможно. В отличие от традиционной банковской системы, там, где ты знаешь, только там флаг поставили, и все, у тебя счет заморожен, и ничего ты не сделаешь. Походу. А здесь ты заморозить счет не можешь, потому что где ты его морозить будешь? В Китай ехать? И там всех арестовывать? Или по всему миру бегать за майнерами, чтобы арестовать это все? Вы арестованы. У тебя пистолетик-то есть? Тогда задержаны. То есть, это невозможно. И в этом фишка, это свобода. С майнингом определяем. То есть, соответственно, давайте... Так, ребята, еще раз. Вот если есть какое-то непонимание, я хотел бы, чтобы вы еще раз переслушали наш диалог, чтобы поняли, что такое майнинг. Майнинг – это система учета биткоинов. Записи, эмиссии. А учет – это не только эмиссия. Это эмиссия, продажа, передача прав собственности. Это некий процессинг, который управляет всем этим движением. Некий процессинг. Процессинг – это саштина, выражаясь, программа для более взрослой публики. Программа, которая управляет, которая никем не регулируется, которая... Кто ее написал, кстати? Ну вот некто Сатоши Накамото. Сатоши Накамото. А кто это, мы даже не знаем. Но не суть важна. Это так, кто создал колесо? Да мы не знаем, кто создал колесо. А может вот этот, скептики скажут, а может вот этот Сатоши Накамото может что-то там намутить? Не может, потому что... И он может взять наши денежки. Код-то открытый, исходный код открытый. Любой может взять, посмотреть. Сколько человек уже? Я на мгновение забыл вопрос. У меня вопрос. Сколько сейчас зарегистрировано электронных кошельков? Никто не знает. Это информация, потому что у меня на телефоне там, допустим, 5 кошельков. Соответственно, у меня минимум 5 уже адресов. Это как 5 карт. Давай еще раз тогда саммари и по цифрам. Значит, первое. Биткоин это децентрализованная платежная система. Децентрализованная. Нет центральных серверов, менеджеров. То есть никто влиять на нее не может. Только если коллективно все не собрались. В ней ограничена эмиссия. 21 миллион. Это главные страхи Нацбанка. То, что кто-то будет имитировать бесконечно. Невозможно. Математически невозможно имитировать биткоин. Кроме как по этой формуле. Дальше. Мы знаем всегда все цифры. То есть мы знаем, что суммарно в 2139-40 году можно посмотреть будет 21 миллион биткоина. Это будет конец света? Это не будет конец света. Это закончится эмиссия. Но сеть продолжит работать. Просто обслуживать текущие транзакции. А почему именно такой год? 2000 какой? Опять-таки можно посчитать. У нас же формула. 2000 какой? 2139. Мы не узнаем с тобой. Я очень желаю, конечно, чтобы мы узнали. Слушай, я планирую прожить 100 лет. Но если я проживу 100 лет, то я умру в 2073 году. Да. Если ты проживешь 110, потому что ты чуть моложе, то ты, соответственно, протянешь еще на 20 лет больше. То есть все равно не дотянешь. Может быть, сейчас медицина подтянет. Ну что-то там придумают. Биткоины закачают в нанотехнологии. На данный момент существует всего 16 603 537 биткоинов. Что умножить на текущий курс? Сколько получается? Умножаем на текущий курс, который равен 4230 долларов приблизительно. Потому что есть несколько бирж. Опять-таки расскажем об этом. Равняется 70 240 миллионов долларов. Чем отличаются деньги от валюты? Мы это не проговорили. Деньги, они обеспечены. Но денег 71 года нет. Слушай, золотого стандарта нет. Золотой стандарт давно отменен. Они ничем не обеспечены. Это такой же мыльный пузырь, как и все. Просто мыльный пузырь, к которому мы привыкли. Как приятно это слышать от банкира? Это мыльный пузырь, к которому мы привыкли. Есть группка каких-то дятлов, которые сидят и нажимают на кнопки в мире. То есть в каждой стране она своя. А еще есть самая главная страна Соединенных Штатов Америки, которая напихала этих фантиков всему миру сколько, 16, 17 триллионов, какое-то количество триллионов. Получила взамен какие-то ресурсы, газ, нефть, металл, людей, не знаю, еще что-то. В результате, в результате это тоже ничем не обеспечено. Поэтому, пожалуйста, избавьтесь от иллюзии, что Соединенные Штаты Америки доллар чем-то обеспечен. Это он! Какой красивый! Ну-ка, шляпу сними, это же целый доллар! Сегодня 17 триллионов, а у нас получается всего 70 миллиардов капитализации. То есть пока несопоставимы масштабы. Конечно, нет. Соответственно, у нас есть потенциал к росту. Это я вам могу сказать, как человек, который в маркете. Чем больше популярности, чем больше людей будет привлекаться к процессу майнерства, майнерства, учета прежде всего, да? То есть вот я захочу стать участником процесса. Я открою себе кошелек. Я могу купить биткоин, зачислить себе на счет. Друзья, на этом первый урок закончен. Мы определили основные понятия. Майнинг, криптовалюта, биткоин, эмиссия, функции централизации, децентрализации. Просьба, пишите вопросы. В следующей программе мы опишем другие криптовалюты, ценообразование, способ торговли, способ передачи прав. Зачем он вообще нужен? Зачем он нужен? Как не попасть на махинации? Как хранить правильно? Как не вставиться, как хранить правильно, как не потерять? Пишите вопросы, ставьте лайки. Самый интересный вопрос мы озвучим и ответим на него публично. Кроме того, обещаем приз. Какой приз? Уже говорите? А я уже придумал. Кошелек. Такой специальный аппаратный кошелек для хранения криптовалют. Супер классная идея. Кто хочет кошелек, кто претендует на кошелек, пожалуйста, пишите вопросы. Не пытайтесь остроумно, будьте самими собой, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Каждую программу вы будете видеть часть урока. Сегодня мы пишем влог с самым успешным девелопером в Украине, в Киеве. Это Игорь Никонов. Он построил все знаковые здания в Украине. Оушен Плаза, Республика, Тавер 101, самое жирное здание, самое первое, это арена. Нам надо научить, потому что мне настолько иногда обидно, что люди покупают такое дерьмо и готовы потом жить в этом дерьме всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин